Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной постпрограммы «Акцент», я ее ведущий Юрий Алаев. Сегодня у нас в студии профессор, доктор педагогических наук, и заместитель директора Института психологии и образования Казанского федерального университета Розы Алексеевны Валеевы. Спасибо, что нашли время побеседовать под камеры. И я хочу сразу объяснить нашим телезрителям, что поводом для вот этой беседы, для моего приглашения уважаемого профессора в эту студию, послужил тот факт, я бы даже сказал, событие, что буквально вот на днях Роза Алексеевна отправила в редакцию Оксфордской энциклопедии собственноручно написанную статью, и в общем это совершенно, на мой взгляд, событие нерядовое. Давайте мы начнем с этого, вот немножечко вы расскажете поподробнее, что это, даже не статья, а глава, если быть точным, правда? Чему она посвящена, и как вообще, может быть даже с этого начнем, как вообще так получилось, что вы вот стали своей для коллег из Оксфорда? Казалось бы, где Оксфорд и где Казань, да, все-таки один из старейших в мире, авторитетнейший университет, и вы с ним давно, насколько я понимаю, уже и плодотворно сотрудничаете. Да, действительно, наш институт психологии образования уже давно сотрудничает с университетом Оксфорда. Контакты наши сложились после того, как мы приняли участие в конференции, организованной Британской ассоциацией исследований в области образования, и там познакомились тогда еще президентом Британской ассоциации профессором Йеном Ментором, и отсюда, как мы скажем, понеслось, потому что Ментор привел нас в Оксфорде в институт образования, в школу образования, в высшую школу образования, и познакомил нас с коллегами, с Кэтрин Бернс, с Тревором Маттоном и с Найджелом Фанкуртом. Мы были после конференции, которая проходила в Белфасте, как раз здесь, в Оксфорде, и побеседовали с коллегами, рассказали, чем занимаемся мы, а они рассказали о том, как организуется предобразование у них. В Великобритании? В Великобритании, да. А, Роза Алексеевна, вот этот человек с говорящей фамилией Ментор, вы же должны были сначала ему чем-то приглянуться, чтобы у него возник стимул свести вас с коллегами по предобразованию. Вы выступали с докладом или что это было? У нас был отдельный симпозиум, посвященный педагогическим исследованиям в России, но в частности и в Казанском федеральном университете. И Иоанн Ментор присутствовал на этом симпозиуме, он слушал нас. И после этого, когда наш уже еще более ранний профессор, с которым мы работали, редактор журнала British Journal of Education Technology, Ник Рашби, он подвел нас к Ментору. То есть, понимаете, нет ничего случайного. Происходят вот эти встречи, они происходят именно на конференциях, на встречах. И глубоко заблуждаются те, кто считает, что можно взять журнал, взять электронный адрес какого-нибудь ученого, который мне интересен, написать письмо в Оксфорд, в Кембридж или еще куда-то там в Америку, и что каждый ученый побежит отвечать на эти письма и входить в контакт. Все-таки нужны живые контакты. Даже виртуальная реальность не заменяет журнал ни в коем случае. Нет, абсолютно нет. И вот это вот наше живое общение, когда мы просто поговорили, обменялись различными вопросами, а затем предложили ему, что не согласился бы профессор Ментор приехать в Казань, во-первых, познакомиться с Казанским федеральным университетом, а во-вторых, стать во главе стратегической академической единицы учитель 21 века. Да, мы об этом еще поговорим. И он как раз согласился. И получается, что вот видите, вот эти контакты с коллегами, которые приехали на предыдущий форум из Оксфорда, тоже здесь выступали с докладами. А затем у нас вышли публикации в известном европейском журнале по педагогическому образованию «European Journal on Teacher Education». Одна статья, посвященная вообще постановке педобразования в России, а другая статья в соавторстве с Ментором, у нас посвященная последним 40 годам развития педагогического образования, уже после развала Советского Союза, что происходило с педобразованием в России. Наше имя попало в поисковик «Teacher Education» – «Педагогическое образование. Россия». И я думаю, что когда Оксфордская энциклопедия по образованию затеяла вот такой вот специальный выпуск, посвященный постановке педобразования в мире, поисковик нас выдал, что вот эти люди писали в таких журналах такие статьи. Я получила просто письмо в начале декабря, сама была очень удивлена, в это время была в командировке в Германии, там проходила очень интересная конференция, и я получила письмо, в которое мне предлагали написать главу для Оксфордской энциклопедии с дедлайлом 15 апреля. Вот видите, как у нас действительность насколько многослойная и многосложная. С одной стороны, мы с вами только что констатировали, что живое общение ничем не заменимо, и тут же выясняется, что благодаря технологиям интернета, благодаря какому-то поисковику вас вычислили. Я-то грешным делом думаю, что все-таки кто-то сказал, что вот обратите внимание. Я думаю, что может быть, что... Не только уж механический поиск оказался, конечно. Вполне вероятно, ментор является самым крупным специалистом в Европе по педагогическому образованию. Его постоянно приглашают на самые различные такие вот форумы во всех концах света по постановке, подготовке учителя. И он, конечно, если бы его спросили, а кого порекомендуете, в каких странах он назовет нас, потому что он уже нас знает. Потому что у вас уже репутация. У нас уже репутация, да. Я не побоюсь этого слова. Хорошо. Нет, почему это? Прекрасно, да? В двух словах. Вот та глава, которую вы подготовили для Оксфордской педагогической энциклопедии, она рассказывает о чем? Об опыте и достижениях постановки преподавания... Подготовки учителей. Первоначально... В России. В России. Именно в России. Она так... Эта глава так и называется. Teacher Education in Russia. И здесь первоначально мы рассказываем исторические предпосылки. Как вообще, когда появилось педообразование, как развивалось, что происходило. Со времен Ушинского? Раньше? Еще раньше педагогическое образование возникло с появлением первых университетов, когда открылись педагогические институты внутри этих университетов. Мы знаем, что Московский университет, это 1755 год, позднее немного, буквально через два года, открылся педагогический институт в Московском университете. Точно так же, как если в Казани, казанский федеральный, извините, казанский императорский, конечно, открылся в 1806 году, то в 1812 году уже педагогический институт открылся. То есть это было очень важно, открытие специального института, который бы готовил учителей. Но вот эту историческую ретроспективу развития первоначально в главе раскрываю, а дальше уже идет структура педагогического образования, какие учреждения готовят педагогическое образование, современное состояние педобразования, содержание педобразования. Это глава о достижениях или о проблемах тоже? Проблемы там тоже, конечно, выпячиваются. Затрагиваются. По объему сколько? 20-30 тысяч знаков? Нет, объем был сразу ограничен от 6 тысяч до 8 тысяч слов. Ну да, эциклопедические главы должны быть лапидарными. 8 тысяч, включая 8 тысяч, включая еще и список литературы. То есть сам текст получается порядка 6, 6,5 было слов. Вы писали на английском, насколько я понимаю. Они на английском языке принимают переводы. И вот несколько раз вы упомянули мистера или сэра, ментора. Ментора, да, профессора ментора. Профессора ментора. И, как я вижу, я думаю, телезрители это тоже видят с большим уважением, о нем говорите. О том, что он является большим авторитетом в глобальном масштабе. Да, да, это так. Его везде приглашают и так далее. Но вот здесь вопрос, который меня немножко смущает, и будет хорошо, если вы его проясните. Все-таки педагогическая система британская, да, или Великобритания, и, допустим, ну, французская, да, это довольно разные вещи. Конечно. Да, и российская тоже. Каким образом вот идеи, которые ведь профессор ментор основывается на опыте своей страны и на ее, грубо говоря, педагогических идеалах, да, или упрощенных? Это действительно так. Более того, Иен Ментор различает даже систему подготовки учителя во всех четырех частях Великобритании. Он говорит об особой системе подготовки учителя в Англии, в Шотландии, Уэльсе и Ирландии, в Северной Ирландии, да, то есть они отличаются. И на самом деле это так, везде есть свои такие особенности. И что здесь может быть общего и как можно вообще исследовать? На самом деле есть же какие-то определенные координаты, по которым можно исследования организовать. Ну, предположим, структура, каким образом и в каких типах образовательных учреждений учитель готовится, затем содержание, чему учит учителя, есть ли какие-то вещи, которые являются, ну, такими стабильными, что вариативно, там, и так далее, да. Но еще, конечно, очень важно выделять современные проблемы, которые связаны с личностью учителя. Каким должен быть учитель сегодня? Вот что важно. И эти вопросы Ментор как раз и рассматривает. Прекрасно. Вот я, естественно, интересовался, да, вашей биографией, прежде чем мы с вами встретились. И я знаю, и просто хочу сообщить телезрителям, что вы кандидатскую свою диссертацию защищали по системе... По воспитательной системе. По воспитательной системе Януша Корчика, да? Да, да, да. Совершенно знаменитого и трагически закончившего свою жизнь, ну, великого, конечно, педагога. А докторская звучала уже обезличенно, но, тем не менее, это же речь шла о теории практики гуманистического воспитания в европейской педагогике в первую половину XX века. То есть, по сути, во многом тоже о Корчике. Корчик был один из. Да, да, по сути, тоже во многом о Корчике. Скажите мне, пожалуйста, насколько вот те идеалы педагогические, которые были доминирующими, общепризнанными, которыми руководствовались 80-90 лет назад, имеют место сегодня, насколько они востребованы. Или все-таки настолько изменилось общество в глобальном масштабе, и каждое общество в отдельности, что, ну, о таких людях, как, я не знаю, вот я упомянул там чуть раньше Ушинского, мы знаем, если примитивно к России говорить о таких довольно разных, конечно, но великих, тем не менее, педагогах, как Сухомлинский, Макаренко, да? Да, конечно. Вот. Насколько другая вот жизнь люди, система подготовки? Или вот те, кого вы готовите, вот вы упомянули о стратегической, академической единице учитель XXI века, от одной из ключевых направлений развития Казанского университета в гуманитарной сфере. Да. А вот этот учитель XXI века, он должен стоять на плечах тех великих, или вот, ну, как-то рядом, может быть, но все-таки уже на другой платформе? Вы знаете, я очень часто студентам говорю, и один раз даже столкнулась с ответом на мою эту фразу, что как ничто не ново под луною, так и ничто не ново в педагогике. Говорят, ну, как же так, если вы говорите о педагогике, как о науке... И в человеке, извините, что перебью, и в человеке ничто не ново по большому счету. Да, мне даже студент мой парировал, сказал, ну, если вы говорите, что педагогика – это наука, то как же, если ничто не ново, значит, развития нет, значит, это не наука. Ну, вот, вы знаете, говоря о гуманистической педагогике, гуманистическом воспитании, является ли она базой для учителя сегодняшнего дня, я бы сказала абсолютно точно, что это да. Что построить систему подготовки учителя сегодняшнего дня и завтрашнего дня, 21 века, 22 века, невозможно, не поставив эту подготовку на плечи наших предприятий. Предыдущих, великих и невеликих учителей, которые вот эту всю систему создавали. Но что может быть здесь таким инвариантным, не меняющимся? Ну, например, то же самое, что у Корчика является сердцевиной его педагогики – это самоценность ребенка и самоценность детства. Что это означает? Это означает, что очень часто взрослые поколения, взрослая часть человечества считает, что детство – это подготовка к жизни, а не жизнь сама по себе. И относится к ребенку как к чему-то еще не совсем состоявшемуся, к человеку будущего, черновику будущего, черновику человека. А на самом деле Корчик говорил, нет детей, есть люди. И вот этот постулат, он должен быть центральным для каждого учителя, что когда он приходит в класс, он должен видеть людей, а не просто не состоявшихся еще, даже, так сказать, недочеловеков. Да, это здорово. Британская система образования славилась в течение столетий тем, что учеников периодически колотили розгами, линейками по пальцам, они вынуждены были ночевать там в совершенно неотапливаемых каких-то дортуарах, в скученности и так далее. Вы бываете достаточно часто, да, на острове, по наблюдениям или по разговорам, это ушло в прошлое? Конечно, ушло, разумеется. Уже на законодательном уровне запрещено. Конечно, вы знаете, ведь первые вот эти так называемые реформаторские школы, они ведь тоже возникали параллельно, или новые школы еще называли, они возникали во Франции, в Британии, и они как раз и определили, что является, что должно быть самым важным вот в этих школах нового гуманистического типа. И они, конечно, исключают физические какие-то наказания по отношению к ребенку. Парадокс здесь в том, что из тех детишек, которых поколачивали, поколачивали регулярно, выросли как раз те взрослые, которые заговорили о гуманизации образования. Ну, по большому счету, это как раз не парадокс, они на своей шкуре почувствовали и решили, что хватит. Да, относитесь к нам как взрослым, не надо из нас делать черновиков или черновики, и не надо делать тем более груши для битья. Но учитель 21 века, гуманистическая составляющая, это то, что непреложно, да, неизменно, инвариантно, как вы выразились. Но существуют технологии, о которых мы с вами тоже говорили в начале, да, этой беседы. И учитель 21 века должен, по идее, в совершенстве владеть и этими технологиями. Разумеется, конечно. А эти технологии, ну, как бы сказать, с моей точки зрения, ну, так вот фрагментируют и в каком-то смысле обезличивают человека, в том числе студиозуса или вот школьника, да. Все эти удаленные курсы, обучение через всякие скайпы и так далее теряется, химия теряется, живой контакт. Да, согласна абсолютно. А о технологиях не уйти, как быть? Здесь есть противоречия? Есть противоречия. С одной стороны, конечно, для того, чтобы обеспечить такое достаточно интенсивное быстрое распространение знаний без дистанционного образования не обойтись. Но в то же время, мне кажется, я уверена более чем в том, что живое общение педагога со студентами, с учащимися, очень важно. Потому что здесь нужно же видеть еще даже, вот иногда говорят, ну, если можно дистанционно, то, в принципе, можно лекции вообще отменить в университете, говорят. А зачем они нужны? Но я здесь, например, не согласна с теми, кто это так утверждает, потому что студент должен видеть в лекции профессора, ну, в хорошей лекции, я имею в виду, да, как рождается мысль, как ученый перед студентом может соединить знания, какие-то предыдущие, попытаться сравнить, вызвать на разговор, там и так далее. А этого машина делать не может, понимаете? И почувствовать в том числе ментальный интеллект, да, того, кто с тобой общается. Конечно, что ты можешь прямо тут же задать вопрос, засомневаться, как я же вам говорила, что студент мне сказал, что это за наука, такая, которая не развивается, да. То есть это очень важно. Понятно, что сегодня лекционные курсы очень укорачиваются, да, но тем не менее я считаю, хоть какой-то объем, пусть небольшой, но у студентов, обучающихся под дневной формой обучения, непременно должны быть такие живые контакты с профессором. Да, по всей видимости, тут даже, ну, и спорить, грубо говоря, не о чем. Я полностью с вами согласен. Мне-то вообще чрезвычайно тяжело представить, вот, что я общаюсь там. Ну, то есть представить-то я могу, но я не могу получить от этого того, чего хочу. Да. И что должен, по идее, получить. Возвращаясь вот к вашей главе, у нас время потихонечку в эфире подходит к концу. Сейчас мы немножко лаконизируем, да, если можно так выразиться. Возвращаясь к той главе, вы упомянули, отвечая на мой вопрос, что о проблемах там тоже шла речь. Что вы скажете по поводу вот такой проблемы, как, на мой взгляд, ну, просто супердраматичный разрыв между требованиями, которые предъявляются к фигуре учителя 21 века, к его оснащенности во всех смыслах этого слова, да, индивидуально, интеллектуально, технологическое, техническое и так далее. И в то же время тем обстоятельством, что из года в год не то, что учителей 21 век, а самых обычных учителей, которые могли бы почувствовать, понять ребенка и, извините за банальность, посеять в нем разумное, вечное, доброе, вот самых обычных, самых обычных учителей все больше и больше не хватает. Да, это так. И, к сожалению, не только в сельской местности, но и в городах. Как быть с этим? Вы знаете, это проблема не только России, это проблема вообще в Европе существует. Да, я слышал, да, да, да. Например, у нас очень тесные контакты с Дрессенским техническим университетом, и у них есть специальный центр, который занимается исследованиями того, каким образом осуществить подготовку и переподготовку учителей. Они самими разными способами привлекают выпускников непедагогических профилей для того, чтобы они пошли в школу. Не хватает учителей. И это проблема, проблема во всем мире. Это проблема социально-экономическая или это проблема философская? Ныне живущее взрослое поколение не хочет, чтобы у него подросло то поколение, которое превзойдет учителю. Я не думаю, что это с этих позиций вообще работа очень ответственная и очень сложная. Работа учителем? Да. Для того, чтобы работать учителем, конечно, надо быть фанатом этого дела. Либо ты приходишь просто как предметник, и тебе нет дела до детей, до их проблем, тогда ты никакой учитель. Ну да. Ты можешь стать урокодателем, ты можешь даже предмет свой великолепно знать, пришел и ушел с урока. Но, а если ты настоящий учитель, то для тебя каждый ребенок – это личность, и тебе нужно дойти до каждого ребенка. И не только преподнести урок, но еще знать, что с ним происходит. А это очень трудно. Поэтому, вы знаете, люди не хотят на себя сваливать вот дополнительную, очень большую ответственность за каждого ребенка, который перед ним сидит в классе. И думают, что гораздо проще пойти на работу в определенное время, уйти с работы и забыть, что с тобой на работе происходило, понимаете? И учитель, он же, это учитель круглые сутки, 24 часа. И это так. Мы с вами приходим к тому, что совершенно напрасно в нормативных документах последнего времени образование относится к сфере услуг. Это миссия все. Конечно, конечно, да. Это высокая миссия. Роза Алексеевна, у меня последний вопрос на сегодня. Я вычитал, что в прошлом году вы вместе с директором института Айдаром Винни-Мансуровичем, я назову его отчество полностью, Калимулиным выступали с докладами на форуме Ассоциации образования для учителей, я упрощен. Ну да, Айсат, да. Айсат, да. Упрощен я ее называю. И произвели, как я понял, такое впечатление, что руководитель этой организации, вами сейчас названный Айсат, пригласила вас, профессор Мария Флорес, принять и организовать аналогичную конференцию нынешнего года здесь, в Казани. Да. Это ассоциация по педобразованию, да? Ну, это International Study Association on Teachers and Teaching. Это значит ассоциация исследователей, учителей и обучения, если дословно. Да. И действительно здесь изучают личность учителя, проблемы учителя, стандарты, какие-то проблемы, возникающие в подготовке учителя там и так далее. И ассоциация включает в себя представители 52 стран со всего мира и проводит вот эти свои конференции, на которых эти проблемы как раз и обсуждаются. И в этом мае вы должны провести конкретно ваш институт, ну и в целом федеральный университет должен провести. На нашей базе вот пройдет такая международная, масштабная, очень авторитетная конференция. Простой вопрос, вы готовы? Конечно. Абсолютно. Абсолютно. Вот мы в течение трех лет проводили вот этот крупный форум, международный форум по педагогическому образованию. А вот он будет совмещен с этой конференцией? А в этом году этот наш форум будет совмещен с конференцией Айсад. И, конечно, увеличился масштаб, увеличилось количество участников из зарубежных университетов. Много? Уже из более 68 университетов мира к нам приезжают. Из более 80 университетов России заявилось у нас уже около 600 участников на наш форум и конференция Айсад. Будут очень много интересных исследователей. Ну и, конечно, Иэн Ментер тоже будет. И Мария Флорес, естественно. Роза Алексеевна, мне остается пожелать вам персонально и вашему институту успехов всяческих. И для начала, чтобы эта конференция прошла на очень высоком уровне, но, слава богу, опыт у нас есть. Я имею в виду университеты, указания, Татарстана, организации таких мероприятий. И будем надеяться, что оно не только в плане организации пройдет на хорошем, на высоком уровне, но и обогатит вас и ваших коллег, как всегда, когда конференции или такие мероприятия устраиваются не для галочки. Спасибо вам еще раз за то, что нашли время. Я просто хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня мы беседовали с профессором, доктором педагогических наук, заместителем директора Института психологии и образования Казанского федерального университета Розой Алексеевной Валеевой. На этом сегодняшний выпуск программы «Акцент» закончен. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok